дмитрий из донецкого региона вот донецк реббит донецкий кролик прислал такой аппарат которым уже весь пыли да он в пыли у нас мы его в одном месте держали потом в другом месте держали сейчас он находится у нас помещение где у нас находится дробильная установка мини комбикормовый завод значит мы сделали крепеж здесь для куда для массы куда сыпать в это для размола грубо говоря или зерна крепеж сделали на вот таких вот петлях приварили вот устроен очень просто здесь редуктор от заднего моста жигуля как я понял стоит и масло двигатель передача все все очень просто сделано и дмитрий нам дал матрицу приработанную сейчас дима покажет как внутри устроена грубо говоря вот каточки и матрица вот там с отверстиями затяжка катков происходит этой гайкой да через проставочку затягивать нужно крепко мы поняли уже значит мы долго не использовали его потому что не было необходимости в чем в чем как бы мы используем просто размол вот у нас система измельчает зерно накапливает его в бункере и из бункера мы по шнеку бросаем кормораздачи казалось бы все хорошо ну кроме одного момента и бывает может попасть зерно которое содержит грибки какую-то ну немного порченная грубо говоря вот и вот гранулятор для того кто его использует это как как говорится единственный хороший способ для того чтобы получить гранулу вот мы ее получили в мешок горячий вот получить горячую гранулу и фактически это все зерно обеззаразить ну может быть и не полностью но какую-то частичную термальную обработку мы делаем только что мы проверили все виды нашего зерна размол овес размол из всех видов зерна соответственно работает работает в чистом виде ячмень чистом виде кукуруза чистом виде пшеница рожь вот это рапсовый шрот мы тоже его попробовали до экструдировать вот такой вот у нас получилось сейчас горячую трубу запустить даже руку почти невозможно держать подержать уже ну да 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 то есть там около 50 до больше около 60 градусов до внутри есть она уже охладила охладила тем более и вот такую получается гранула довольно быстро работает как работает сейчас мы покажем не обращайте внимание у нас здесь не стационарное место давай берем вот как там происходит работа сейчас папа возьмет пшеницу обычную прямо из биг бэга там у нас был размол так что первое сначала размол будет выдавливаться вот сейчас же точно пошла пшеница скорее всего вот как она выглядит за какое-то время масса успевает здесь сама раздробиться а потом уже экструдировать то есть некотором смысле идет двойной процесс начала дробления здесь же а потом уже экструдирование снизу рожь пошла можно регулировать длину нарезки сейчас на площадь стоит очень большая длина вот кукуруза кукуруза идет сначала выдавливается рожь что было перед этим рожь пшеница сейчас увидим желтая пойдет кукуруза кукуруза заметно другая ну да сейчас получается идет смесь как видите оно все замешалось и начинает дробиться вот даже пар идет видно вот мне сейчас рукой уже неприятно держать там вот эту массу идет даже инфекция вот видите кукуруза желтеет четко производительность как видите вот ну ну не особо большая но зато работа происходит достаточно качественно все уже почти раздробил и выдавил весь тазик подходит а появляется вода прямо на руках крапсовый шрот жмых что это не знаем смотрим вот он пошел уже вот коричневая палочка то есть в принципе гранулирует все без всякого воды ничего не надо заливать все идет хорошо воду он откуда-то берет видно из влажности самого зерна материала где-то около 10-15 процентов она присутствует всегда мы проверяли даже овес вот овес казалось бы это вообще тяжелый должен быть продукт в нем много клетчатки овес обычно плющат не гранулирует а плющат я не сказал самое еще важное то что при таком видите гранулы получается более рыхлые из овса да при таком варианте использования зерна мы получаем все полезные вещества из него то есть это все точно усвоится в размоле половина идет транзитом ну не половина какая-то часть не ну тут предполагается что сюда надо все равно пихать уже размол потому что гранулы должны быть равномерно наполнены то есть нельзя например в них сыпать только пшеницу или только ячмень но сам факт что вот это уже экструдированное зерно оно намного лучше усваивается животными поэтому я не знаю я могу рекомендовать для нас это не просто использовать потому что нам нужно таким образом заделать 500 кг тут производительность около 100 кг в час точно не скажу сколько но оно примерно так выглядит мощность 7 кВт точно производительность не надо уже советоваться с производителем как говорится все контакты донецкого кролика Дмитрия будут да предоставлены мы ну короче вот получаем таким образом мы получаем и продезинфицированное и скрытое зерно для лучшего усвоения животными ну вот давайте посмотрим вот я его сейчас попробую размочали вот оно очень хорошо как минимум очень хорошо дробленое не знаю насчет того что там все ли оно дробленое или не все ну вот сколько я смог раскрыть похоже все так теперь мы понесем это дадим к животным сложно будет сделать конечно какой-то конвейер чтобы сюда оно засыпалось автоматически надо будет наверное по почистить иначе его нельзя оставлять полным иначе охладиться и он уже не запустится так ну пойдем у нас коровки уже ушли на пастбище но некоторые остались кушать поэтому кому повезло сейчас дадим как говорится в таком варианте именно в гранулах можно давать коровам его в любом количестве чуть ли не ну как говорится в свободном доступе коровы его он уже не сможет у них отложиться в желудке комом не будет уже таким образом как бы стопорить работу рубца и так далее то есть у них будет уже такое будет потребляться в том числе уже как как грубая пища вот здесь у нас сейчас раздали им все наш недавно выедает 18-47 понравился кто остался тем все нравится те кто ушли еще должны распробовать конечно конечно и и и и и и и и